Украина не торгует своими территориями. Так в Министерстве иностранных дел страны отреагировали на заявление президента Бразилии, которое предложило Украине отказаться от Крыма, что, по его мнению, поможет завершить полномасштабную войну. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что доокупация украинского полуострова Крым является безальтернативной целью. Подробности далее в сюжете. Украина должна уступить Крымске полуострове, отдать его России, чтобы положить конец войне. Об этом заявил новый президент Бразилии Лула Досилва. Однако в то же время он также сказал, что Бразилия уважает территориальную целостность каждой страны, поэтому не согласна с вторжением России в Украину. Что хочет Путин? Путин не может захватить территорию Украины. Возможно, обсудим Крым. Но то, что он снова вторгся, ему придется переосмыслить. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский не может хотеть всего, что он намерен требовать. НАТО не сможет закрепиться на границе. Итак, это то, что мы должны обсудить. Примерно половина нефтеперерабатывающих заводов, куда шла российская, собственно говоря, нефть, сырая нефть, находится как раз, и раньше находилась, и сейчас находится, как раз в странах Латинской Америки. Поэтому они много в чем, скажем так, экономически заинтересанты поддержания плотных, прежде всего, экономических взаимоотношений с Российской Федерацией. Ну, а мы прекрасно знаем, как работает на этом поприще Россия. Она всегда обменивает экономические бонусы сотрудничества с собой на какие-то политические конвертации. Ну, вот в данном случае Кремль сыграл в такую же игру с президентом Бразилии. Министерство иностранных дел Украины ответило на предложение президента Бразилии передать России Крымский полуостров. Ведомстве заявили, Украина не торгует своими территориями. Нет никакой юридической, политической или моральной причины, почему мы должны уступать хотя бы сантиметр украинской земли. Украинская позиция остается неизменной. Любые посреднические усилия по восстановлению мира в Украине должны базироваться на уважении суверенитета и полном восстановлении территориальной целостности Украины в соответствии с принципами Устава ООН. Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, Фейсбук. Мы должны понимать, что вот этот баланс в мире произойдет только тогда, когда последний российский солдат уйдет с украинской земли, в том числе из временно оккупированного Крыма и Донецкой и Луганской областей. Президент Украины Владимир Зеленский также отметил, что Украина всегда уважала территориальную целостность всех государств, от Европы до Латинской Америки. И такого же уважения ожидают в ответ. К сожалению, на земле Крыма, которые сейчас под российским триколором, царят зло, унижения, репрессии, убийства и войны. Но где начинался путь зла, там нас ждет победа. Я уверен. Победа над этим злом. Освобождению Крыма от российских оккупантов нет альтернативы. По словам представителя президента Украины в Крыму, Тамилы Ташевой сейчас обсуждается освобождение Крыма военным путем. Ведь Киев долгое время говорил о политико-дипломатическом пути освобождения полуострова. Однако сейчас это выглядит невозможным. Не исключают и тот вариант, что когда ВСУ будут на границе с Крымом, Украина может предложить России вывезти оттуда свои войска. Юлия Биль для телеканала Freedom.